Часть же пяти – это искусственный интеллект, это просто смешно. А алгоритм назван так, потому что его избрели четверо русских. Выкинул и преподал нам первый урок структурного программирования. На новый уровень выходит идея кибернетического бессмертия. И это одна из главных проблем российской науки. Университет предоставляет крутую программу обучения по ИИ и гарантирует трудоустройство, что прописывается в договоре. Программа рассчитана на новичков. Обязательно пройдите по ссылке, для вас это совершенно бесплатно. Бинарный салют, друзья. На связи, как всегда, Инженер Спок. Это очередной выпуск подкаста с чудным названием «Синий экран смерти». Сегодня у меня в гостях, не побоюсь этого слова, человек эпоха – Орлазаров Владимир Львович. Владимир Львович, здравствуйте. Владимир Львович родился в 1939 году. В 1961 году закончил Мехмат МГУ, доктор технических наук, членкор Российской академии наук, соавтор шахматной программы КАИСа, ставший первой чемпионкой мира среди компьютерных программ, обладатель премии Совета Министров СССР за разработку и внедрение СУБД и НЭС, пионер в области искусственного интеллекта в СССР и мире, в том числе в области распознавания образов, автор метода четырех русских, основатель собственной научной школы построения интеллектуальных систем на базе вычислительно-эффективных алгоритмов, директор по науке компании Smart Engines и заведующий кафедрой когнитивных технологий МФТИ. Все ли верно? Все-таки моя главная работа – это заведующее отделением в академическом институте, он называется Федеральный исследовательский центр информатики и управления. На самом деле, Владимиру Львовичу можно представлять, тут уйдет весь подкаст, поэтому мы немножко сократили. Давайте прямо начнем с самой известной для публики истории в вашей карьере. Это СКАИСы, она такая распиаренная, раскрученная. И, кстати, в этом году исполнится 50 лет победы КАИСы на первом чемпионате мира среди компьютерных программ. Разработка прообраза КАИСы началась еще в 60-х годах в стенах Института теоретической и экспериментальной физики ИТЭФ. И первый вариант был написан в 66-м году, который тогда еще не имел названия КАИСа. В 67-м году в товарищеском матче из четырех партий программа ИТЭФ обыграла шахтную программу Стэнфордского университета со счетом 3-1. Дальше цитирую вас, когда это все закончилось, и мы и американцы это шоу раскрутили по полной программе. На волне победы советской математической школы мы извлекли из успеха все, что только можно. Я как бы знаком с историей КАИСы, и у меня вопрос, а что и как вам удалось извлечь? Потому что от всей истории с КАИСой у меня сложилось впечатление, что вам разве что не вставляли дополнительных палок в колеса. Не вставляли палок в колеса, это немало. Потому что, ну скажем, мы работали в Институте теоретической и экспериментальной физики. Институт, как вы понимаете по названию, занимался физикой. И математическая лаборатория, в которой мы работали, мы в основном занимались обсчетом разных физических измерений и моделированием разных физических процессов по заказам физиков, подавляющую часть работы. Поэтому то, что нам дали возможность, в общем, достаточно свободно работать в области очень далёкой от физики, это было совсем немало. И когда потом мы перешли в Институт проблем управления, это тоже играло свою, в общем, довольно важную роль. Потому что никакой институт, в котором я работал в течение первых 20 лет, он никаким искусственным интеллектом сам по себе не занимался, а занимался вполне конкретными делами, будем говорить, физикой, автоматикой и так далее. Это был действительно главный результат. Потому что никаких денег тогда не было, и ничего нам, собственно, и нужно не было, кроме возможности тратить ресурс на эту работу. В ИТФ вы работали под руководством известного математика Александра Кронорода, который также являлся вашим научным руководителем. Александр Семёнович имел отношение к ранним разработкам шахтной программы? Имел самое прямое. Он был главным вдохновителем. Он немножко и участвовал в этой работе, но он ужасно не любил быть соавтором работ, в которых он не принимал такого основополагающего участия. Поэтому он среди авторов моего никогда не числили, хотя... Но он был главным вдохновителем этого дела, потому что всё это была такая лаборатория искусственного интеллекта, если бы сказали сегодняшними словами. Тогда мы этих слов-то не знали. Мы говорили какие-то другие слова, юристическое программирование там. Ну, реально игры были с самого начала одном из заселков искусственного интеллекта, поэтому Кронорот просто был вдохновителем. То есть он, по сути, был одним из инициаторов? Да, да, да. Главным, я бы сказал. Через год после победы над программой Стэнфорда случился известный политический скандал. Александр Кронорот был одним из инициаторов так называемого «Письма 99», коллективного «Письма советских математиков» в защиту другого математика, Александра Есенина Вольпина, внебрачного сына Сергея Есенина, которого упекли в белые столбы за диссидентскую деятельность. Правильно ли я понимаю, что в результате Кронрода, по сути, выгнали из ЭТФ, а вместе с ним и весь ваш коллектив, занимавшийся шахтной программой, тоже попросили? Многое неправильно в том, что вы рассказываете. Кронрод не был никогда инициатором этого письма. Он вообще не занимался никакой политической деятельностью и не сильно интересовался. Его попросили подписать это письмо, и он не считал для себя возможным от этого отказаться. Вот и всё. Он ни в какой момент не был никаким инициатором. И это, мне кажется, важным, потому что делать из Кронрода политическую фигуру абсолютно неправильно. Нет, нет, конечно. Это во-первых. Во-вторых, когда Кронрода уволили, вся эта группа, её никто не выгонял. Скорее, те, кто работал в ЭТФ, и не только группу шахматную, но и довольно большой коллектив, не считал возможным работать в ЭТФ, из которого уволили Кронрода. Это тоже не было особенно политической акцией, но, тем не менее, мы считали все, что это было бы неправильно, что институт, который позволил себе уволить Кронрода, чтобы в нём работать, для нас неприемлемо. Поэтому нас никто не угонял. Меня единственного из всех остальных, кто ушёл из ЭТФ, понизили в должности, потому что я был главным инженером и прямым заместителем Кронрода. Поэтому меня всего лишь понизили в должности. А дальше все разошлись независимо, и никто никого не выгонял. Я прочитал это письмо, оно публичное, сейчас оно появится на экране. И оно было сформулировано максимально вежливо, без агрессии, без хамства. Там вообще ничего такого не было. Ну, написали и написали. Диссидентом был не один Есенин Вольпин. Почему реакция власти была такой суровой? Ведь Кронрод, как вы и сказали, был не кем-нибудь, а ветераном войны и заслуженным учёным. Неужели это письмо тогда имело такой резонанс? Бешеная резонанса, это же письмо было. Там не только Кронрод, там было очень много крупных учёных, и почти все они пострадали. А почему, это не ко мне вопрос. Я про политику не понимаю ничего абсолютно. В результате вся ваша команда перешла работать в Институт проблем управления, ИПУ, но уже без Кронрода, потому что его отбить так и не удалось. Но он, правда, потом как бы запрета на профессию не был, он просто справедливости ради, скажем. Он устроился потом в Институт, кажется, патентов или что-то такое. На основе имеющихся исходных текстов программа была переписана под новую машину, которая была в вашем распоряжении в ИПУ. Это была британская VM ICL System 470. 64-разрядный процессор, память 24 тысячи байт, быстродействие 900 тысяч инструкций в секунду и анализировала 200 позиций в секунду. Вы в ИТФ разрабатывали программу на советское ИВМ М20. И вот сколько же времени и сил у вас отняло портирование программы под новую ИВМ, и, как я понимаю, с другой архитектурой? Наш коллектив был и остается в течение всех 60 с лишним лет. Это коллектив профессиональных программистов. Поэтому переход на новую машину для нас не был как бы суперзадачей. Конечно, мы же в Институте проблем управления, в частности, занимались поддержкой этой машины. Так что с точки зрения ICL 470 никаких особенных проблем. Хотя переписать программу с кодов машины на ассемблер совершенно с другой архитектурой, это, конечно, некоторое время и не очень простая задача. Но она техническая во всех случаях. Суть-то стояла в том, что в процессе этой работы мы очень много изменили. То, что называлось КАИСой, она довольно сильно отличалась от программы, которая была в ИТФ. К 1971 году была выпущена программа, которую уже называли КАИСой. И по одним сведениям КАИСа была разработана на ассемблере, ну вот как вы сейчас сказали, по другим. Был использован какой-то более высокоуровневый язык. В частности, там речь шла про макросы, но, может быть, человек не понимал, о чем говорит, потому что макросы можно делать и на ассемблере. Конечно. Он был весь на макросах, но это ассемблер. Все было на ассемблере, действительно. Я думаю, что это было правильно, потому что это сегодня, по прошествии примерно 50 лет, если автоматически транслированная, скажем, С++ программа выглядит не сильно хуже, чем если ее написал квалифицированный человек, а иногда и лучше. А тогда такого не было. Трансляторы были Солгола, Фортрана, там более специфических языков, и все они были с огромными потерями времени. Поэтому то, что мы писали на ассемблере, я и сегодня считаю, что это абсолютно правильное и, собственно, единственное правильное путь. Ну, а речи про СИ тогда, видимо, еще и не шло как бы особо. Нет, 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 никакого СИВ еще зародыша не было. Чаще всего в качестве авторов КАИСа указывают вас, Михаила Владимировича Донского и Георгия Максимовича Адельсона Вельского. В советской телепередаче также отмечали шахматного мастера Александра Битмана и программистов Животовского и Ускова. А в Википедии еще добавляются фамилии Бараев, Лемон и Розенфельд. Все же таки, верно ли будет сказать, что алгоритмы в основном были разработаны вами и Адельсоном Вельским, а Донской и остальные члены команды по большей части занимались непосредственно реализацией, а разработки самих алгоритмов касались все же в меньшей степени? Такого сказать не могу. Я уже, во-первых, плохо помню все это, кто там чего делал, а во-вторых, у нас никогда не было, и сегодня нет, деления на программистов и алгоритмистов. Человек разрабатывал алгоритм и, соответственно, писал программу. У нас никогда не было, чтобы одни люди разрабатывали алгоритмы, а другие писали программу. Конечно, иногда алгоритмы были такие, что их было не под силу одному человеку реализовать. Такого сколько угодно было. Основными авторами были, конечно, ну, кроме меня, Адельсон, Усков, Животовский и потом Битман. Вот это были авторы ИТФовской программы. А когда мы делали программу в Институте проблем управления, наоборот, гораздо меньше было участия, Животовского не было практически вообще. Усков занимался очень важными, но в основном другими делами. А появившийся, наоборот, закончивший университет Донской стал одним из ключевых. Прямо я бы сказал, что с точки зрения чистого программирования, просто главным действующим лицом в этой программе. Поскольку и Адельсон Вельский, и я были просто исторические, я был там начальник. Поэтому мы, конечно, большое участие в этом принимали. А программа была большая, поэтому там участвовали в этом очень много народу. Второе, что я хочу отметить, что когда мы говорим о нашей работе ВТФ над шахматами, как одной из лабораторий искусственного интеллекта, то речь шла не только о Каиссе, потому что мы делали очень много программ, которые, на мой вкус, имели совершенно не менее важное значение для наших научных представлений, чем Каиса. Например, мы сделали два эншпиля. Король, ферзь и пешка против короля и ферзя, и король и ладья, и пешка против ладьи. Эйншпили игрались просто абсолютно верно. Они были точно сделаны. Там не было никаких эвристик. Там были точно сделаны алгоритмы. Но алгоритмы эти, по-моему, имеют и сейчас огромное значение. Это очень сложная задача. И сложная, и интересная, и важная. Поэтому многие люди, которые даже не писали программу Каису, саму, собственно говоря, работали над шахматной программой по периметру. Поэтому действительно там много народу участвовало, работало, и я считаю их вклад очень серьёзный. В одном из интервью вы рассказывали. В ИТФ никто нам не мешал работать над шахматными программами. Директор только ворчал иногда. Но вот вы, Владимир Львович, скажите, сколько процентов вашей лаборатории занимается автоматизацией, а сколько шахматами? Не стали ли тогда шахматы... Ну, программа занимает существенную часть вашей жизни в рабочее и нерабочее время? Она всегда занимала существенную часть моей жизни. Другая тема. Ну, в ИПУ там было две лаборатории. Другой руководил Игорь Александрович Фараджев. Но эти две лаборатории были человек 70 народу. И, конечно, шахматы в них занимали не очень большое место. ИПУ разрабатывал аналого-цифровой тогда комплекс. Сейчас они, кстати, опять начали вдруг появляться. Одно время считали, что аналоговая – это просто всё. Глупость сплошная. Первый аналого-цифровой комплекс. Там основные трансляторы были за нами, и мы их делали. И в том числе и занимались архитектурой самой этой машины. Во-вторых, там были очень интересные работы по автоматизации разного рода. И, наконец, в-третьих, чего я хочу отметить – это про то, что мы занимались не только шахматами. У нас были очень интересные математические задачи, связанные с теорией графов, с потоковыми алгоритмами и так далее. С мировой известностью, которые вошли потом во все учебники. Не мои. Шахматы занимали, мою жизнь занимали, конечно, заметную долю. Но я был во главе коллектива в 70 человек. У меня даже и физической возможности не было посвящать большое время шахматам. В 1972 году был проведен матч из двух партий между Каисой и читателями «Комсомольской правды». Читатели победили со счётом полтора на полочка. Каис тогда ещё не в полную силу играл. И к чемпионату мира среди программ в 1974 году в Стокгольме Каиса была усилена. Каиса уже имела дебютную книгу на 10 тысяч ходов, использовала новый алгоритм альфа-бета отсечения позиций. И впервые использовала побитого представления доски. Также она могла производить анализ во время хода соперника, использовала евристику нулевого хода, сложные алгоритмы для управления временем и так далее. Когда вы победили на чемпионате мира, было ощущение крупного достижения. Побеждать приятно. И мы понимали, что это достижение, которое мы опять-таки сумеем представить как достижение советской науки, что всегда опять-таки было важно. Поэтому мы, конечно, были рады. Но так же, как в Этефе, это был скорее научный обмен тогда ещё, чем прямое соревнование. Все, кто наработали, с удовольствием обменивались рассказами об алгоритмах, как это всё сделано. Само по себе мероприятие тогда ещё и, кажется, чуть ли не в последний раз носило научный характер, а не, как потом стало, чисто соревновательным. В целом это был скорее научный обмен. Уже к 80-му году это полностью пропало, ничего такого не стало уже. Каждый сидел в своём углу и хотел победить, и больше ничего. Так что в 74-м году это всё-таки имело гораздо более научный характер. Да это и делалось в рамках Конгресса и СИП. Это была самая крупная, она и сейчас крупная, но тогда была просто самая крупная Федерация Информатики. Да, кстати, в этом контексте ещё, конечно, в принципе, интересно, что при тех отношениях между Советским Союзом и Западом, в принципе, это всё было возможно и разрешили, и необычно, наверное, для того времени. Вообще-то говоря, научный обмен в те годы был, если быть честным, другая тематика, не хуже, чем сейчас. Потому что выехать на конференции, ну, а Эфиповская, это была Эфиповская конференция, было непросто, но те, кто были уже на конференциях, общались, по крайней мере, на научные темы, абсолютно свободно. Научный обмен Советского Союза с Западом был налажен. Был целый институт Винники, который реферировал все основные научные западные журналы. Были просто рефераты почти всех работ. Сейчас это, ну, даже в век интернета ничего похожего нет. Меня один раз не пустили за всю мою жизнь на конференцию в Японию. Прямо с формулировкой, участие советских учёных нежелательно. Остальное время мы прекрасно ездили на самые-самые такие крупные конференции. Доклады Академии наук переводился на английский язык и рассылался по основным университетам американским. Нет, обмен был налажен. А вот тот самый алгоритм четырёх русских с автором, которым вы являетесь, который, как я понимаю, оптимизировал некоторые операции на матрицах, он в Каисе уже был использован? Он в Каисе имел очень косвенное отношение. Мы занимались многими задачами, прежде всего, связанными с графами. И этот алгоритм был связан с построением транситивного замыкания. Это была математическая работа. Она, конечно, имела алгоритмическую некоторую составляющую, которую мы использовали, но она не была сделана ни для Каиса, ни в какой степени. А алгоритм назван так, потому что его избрали четверо русских? Миша Кронрод, сын Александра Семёновича Кронрода, он там был, по-моему, самый русский. Так что, тем не менее, для Запада мы же были и остаёмся русскими всегда. А вы как подходили, когда речь шла о реализации Каисы, какие-то человеческие качества, какие было труднее всего реализовать? Вы с такой точки зрения подходили или нет? Эти работы в Каису не входили. У нас были экспериментальные работы про то, как, вообще-то, использовать в этом месте психологию. Мы их в шахматах пытались кое-где использовать. Не очень интенсивно. В других задачах они более интересны. Потому что есть задачи, которые известны, что, скажем, при оптимальной игре они ничейны. Тем не менее, если в них начать играть, то один из игроков выигрывает. Хотя алгоритмы, как играть, чтобы была ничья, все знают. Но никому же не хочется ничьей. Поэтому начинаются психологические вещи. И мы, вообще-то, ими занимались. Так что такие задачи есть, они интересны и, вообще-то, на мой вкус важны. В последующих чемпионатах мира Каиса уже не могла бороться с западными программами, скажем так, из-за того, что продолжала работать. Ну, не на том железе, там, по-моему, поменялось один раз на какую-то другую машину. А западные на новом, более мощном, алгоритмически уже не получалось сравняться с быстродействием других машин. А были ли шансы у Каисы, если бы ее запускали, ну, условно, на БСМ-6, но между БСМ-6 и тем, что у вас тоже какие-то, наверное, машины были? Не было ли попыток получить доступ к более мощной машине? Все не совсем так. Работали мы в Канаде на очень мощной машине. В 80-м, по-моему, году, следующий был конгресс, и последний, на котором мы участвовали. И там был очень мощный компьютер. Он был мощнее, чем БСМ-6. Но к тому времени наш, ну, будем говорить, интерес к этой всей деятельности, он сильно угас. И угас он не потому, что мы там соревноваться можем на мощной машине, а потому что машины, на которых мы работали, и на которых мы эти алгоритмы и создавали, и делали, они были недостаточно мощными. И вторую причину я уже назвал, что работа над шахматными программами перестала быть научным общением, а стала чистым соревнованием. А это стало, во-первых, сильно сложнее. И я еще раз говорю, не от того, что мы не могли на самих соревнованиях использовать, нам давали любые машины, которые мы просили. Надо было снова переписывать, видимо. А надо было все менять. Потому что, когда ты, мы сейчас этим занимаемся, и сейчас вот ситуация примерно такая же. Мы и сейчас на наших отечественных компьютерах, вот если говорить о Smart Engines, выжимаем из этих компьютеров результаты не худшие, чем получаются на гораздо более мощных западных. Этим мы занимались тогда и занимаемся сейчас. Но это если порядок. А если этих порядков становится два или три, то эти соревнования становятся довольно бессмысленными. Я представляю, как можно машину, которая в 10 раз более мощная, 15-20 раз более мощная, можно победить или с ней соревноваться на более слабой технике за счет алгоритмов. Ну, если это в 100 раз или в 1000 раз, то это уже совершенно бессмысленные. Ну да, алгоритм на такой коэффициент не подвинешь. Да, а кроме того, ведь все, кто про это говорит, недооценивают одного обстоятельства. Что мы же все ученые, и все мы свои результаты публикуем. Поэтому то, что мы сегодня придумали, его завтра будут знать все, а иначе какие мы ученые. Соревнования – это же динамика. Вы не можете придумать что-то и долго на этом жить. Вы обязаны, если вы что-то придумали, рассказать всему миру об этом, иначе какие вы ученые. Ну, либо уже да, не с научной уже как бы, да, это уже не научной будет. Давайте частично резюмируем. Можно ли сказать, что алгоритмические инновации, заложенные тогда, да, и как бы вокруг, и там по периметру, как вы говорите, да, нашли свое продолжение в разных отраслях науки и, по сути, заложены сегодня в самых различных программах? Все, что связано с переборными алгоритмами сегодня, по прошествии уже там от 60-х годов, уже сколько, 60 с лишним лет? 65 прошло, наверное. Вот только последние, там, лет 20, скажем, перебор перестал быть главным действующим алгоритмом в искусственном интеллекте, и его место заняли нейронные сети. До того, все, что связано с перебором, и сегодня, конечно, тоже, оно играет такую довольно фундаментальную роль в работах, в исследованиях, в новых алгоритмах и так далее, и так далее, и так далее. Многие вещи вошли просто в языки, и сегодня переборные алгоритмы можно запрограммировать в 5 минут, поскольку просто в языках есть соответствующие механизмы, уже заложены. Алгоритмы над графами, они и сегодня используются широко. Так что, конечно, все это свою роль играло, и, может быть, в какой-то степени играет и сейчас, но просто говорить, что то, что сделано 60 лет назад, играет роль сейчас, это смешно. Но оно вошло просто в базис того, чего учат студенты, того, что заложено в алгоритмы. Кстати, для зрителей, скажем, что, в частности, Георгий Максимович Адельсон Вельский, соавтор структуры данных, которую вы используете, это AVL-3. Оно же AVL, почему? Потому что это Адельсон Вельский Ландис. Все теперь пишут по-английски, AVL-3. А чего его используют? Оно уже вошло в сокровищницу, оно уже преодолено, уже есть алгоритмы более, ну, не скажу, более мощные, но, во всяком случае, более простые, на этом же принципе основанные. Так что все в учебники вошло. Ну, неполной будет история, хотелось бы все-таки вот про Ботвинника немножко рассказать зрителям. В принципе, это известно, что параллельно вашей группе работала группа Михаила Моисеевича Ботвинника, это чемпион мира по шахматам, он также был ученым, в том числе программистом и математикой занимался. Но, насколько я понимаю, что-то у них там все время шло не так. Вот можете как-то немножко осветить это? Михаил Моисеевич был крупнейшим шахматистом и был ученым шахматистом. Он умел думать, в отличие от многих других шахматистов, он умел думать над тем, как все это делается. И он был доктор технических наук, кроме всего прочего. Он понимал, что то, что он делает, то, что он знает про шахматы, имеет прямое отношение к работам над компьютерными шахматами. До алгоритмического мышления у него не было. В математическом смысле не шахматом, конечно. А главное, что он был шутко упрямый. Если бы не это, мы бы, может быть, с ним вместе сделали какую-нибудь замечательную работу. Но преодолеть его мы же все-таки должны программировать. Поэтому мы некоторое время терлись и пытались договориться, но ничего из этого не произошло. Он нас опекал. Когда мы были где-то, он нас опекал, чтобы нас правильно принимали. У нас были очень хорошие отношения до самого конца. Но в какой-то момент он сказал, что вы нихрена не понимаете. И добился того, что ему дали пару человек, хороших, кстати, программистов, для того, чтобы он сделал свою программу. Но это для нас было уже неинтересно, потому что мы... Я-то уж очень хорошо знал, какой объем работы. Как раз здесь даже Ботвинник, может, и не виноват ничем, потому что это не работа тогда была для двух человек. Битовая кодировка шахмат у нас присутствовала с самого начала. И более того, в ИТФе, в ИТФе еще, мы пробовали сделать специальные команды для работы с 64-битными ячейками. С 64-битными ячейками можно было там основные операции, сложение, умножение производить. Прямо в М-20 такое вставили. Но нас разогнали раньше, чем мы смогли это использовать. В общем, в целом, я так понимаю, что отношения-то у вас дружеские были. Конечно. Совершенно. Настолько, насколько они могут быть дружескими между человеком на 25 лет старше. Дружеские дружеские, по-настоящему дружеские. Был какой-то момент времени в процессе работы над Каисой, когда вы четко стали понимать, что победа машины над человеком – это всего лишь вопрос времени. Понимали мы это всегда. И Кронрот при первой встрече, он говорил, что машину, тогда еще микроэлектроники не было, но машину можно построить из города Тулу. Но главное, какие в ней заложены алгоритмы. Машина будет играть лучше человека. У нас не было никогда никаких сомнений. Более того, мы полагали, что это произойдет примерно вдвое раньше, чем это реально произошло. Когда мы начинали, мы думали, что годы, лет через 20 мы добьемся. Я и сейчас не сомневаюсь, что любую конкретную задачу, если ее перед нами поставят, то мы ее быстрее или чуть медленнее сделаем так, что ее может решать компьютер лучше человека. Мне кажется, любую конкретную задачу, чего пока в искусственном интеллекте, в общем-то, как было на нуле, так и осталось близко к тому. Если бы сам мозг, работу самого мозга можно себе представить как вычислительную машину, то процесс своего полагания у человека абсолютно другой. Там химия, а совсем не электроника. Вы упомянули про первую встречу с Кронродом. А что вы имели в виду? Что картина маслом, что-то такое? На пятом курсе университета у нас была практика производства. И тогда Толя Усков сказал, а ты знаешь, у меня есть дальний родственник. Я у него работал до еще университета. Поехали, я тебя познакомлю с ним. Это был Кронрод. Он нас принял, поговорил с нами и начал рассказывать, ну, просто сказки про то, что такое вычислительная техника. Распушил хвост, прямо индюшачий, настоящий. И мне это, конечно, очень не понравилось. Я не люблю, когда передо мной распушают хвосты. Но человек был очень интересный. И договорились, что он примет нас на практику. Договорились и перешли в ИТФ на практику. И тут же, тогда еще не было машины М-20, работали в Инеуме, на такой машина была М-2. И начали до ней чего-то он нам даже попросил. Кажется, самую первую программу. Она была шахматная, смешная, ужасная. По сегодняшним временам надо было запрограммировать. «Теншпиль – король с пешкой против короля». Но, тем не менее, это надо было запрограммировать, и чтобы она играла правильно. Как всякая программа, она должна была иметь все компоненты правильные. Мы написали эту программу на бланках. Ее потом перфорировали, там были перфораторы. Показали ее Кранроду. Кранрод подержал ее в руках. И сказал слова, которые, наверное, на сегодняшней публике будут непонятны. Как хорошо, что бланки на мягкой бумаге делаются. Имелось в виду, что их можно использовать в туалете. Выкинул и преподал нам первый урок структурного программирования. Вы продолжали следить за развитием шахматных программ на протяжении всей жизни, или на каком-то этапе потеряли интерес? Вы знаете, я не столько потерял интерес, сколько сейчас это стало. И, как я вам уже сказал, никто же не рассказывает детали алгоритму. Поэтому общее представление я имею, а уж очень туда вгрызаться, не имея информации, они же не публикуются. Нет, сейчас некоторые программы, они в опенсорсе, можно... Нет, программу сегодня сделают... Вот я говорил, что программа «Король с пешкой против короля» была первая программа, которую мы сделали. Сегодня такую программу сделает любой студент в течение одного дня. И просто играющую шахматную программу сделает за уикенд, я думаю, может сделать хороший студент точно. Сейчас, конечно, это уровень, на котором всё это делают, абсолютно другой, ничего похожего просто. Вот вы как думаете, наносит ли удар по игре развитие программы, которые начинают в пыль размалывать белковых игроков? Интерес пропадает играть у людей вот в эти игры, где программы начинают изничтожать человека. А я не сомневаюсь, что через некоторое время это всё кончится, будет просто глупое развлечение. Может быть, оно было бы и сегодня так, если бы создатели настоящих программ сегодняшних, если бы они свои алгоритмы публиковали больше... Дело в том, что там нейронные сети, а сейчас очень активно развивается такое направление, это нейронные сети с объяснением, в которых заложены в том числе и механизмы, объяснение, почему именно так должно быть. Это особенно важно для медицинских приложений, где никто не согласен просто ориентироваться на то, что какая-то нейронная сеть чего-то сказала. Обязательно нужно, доказательная база должна быть. Поэтому в эту сторону всё равно движение идёт, и когда оно достигнет некоторого уровня, у меня сомнений нет, что игра станет просто игрой обычной и больше ничего. В шахматах сейчас у людей ситуация такая, что, в общем-то, с помощью компьютеров проанализировали, да бог знает какого хода, практически все дебюты. И сегодня бедные игросмейстеры первые 30 ходов просто делают из памяти, а дальше начинают сражаться, ну, как правило, в абсолютно равной позиции. И у этого есть две импликации. Первое — сокращение временного контроля. Когда играл Ботвинник, это было по два часа там каждому на 40 ходов, потом по часу добавляли. Сегодня на чемпионате мира это уже полтора часа, и сами шахматисты говорят, что это слишком много, надо это дело сокращать. И второе — это то, что шахматисты сегодня стараются играть кривые дебюты, которые никто не смотрит. Начинаются со всяких глупых ходов, пытаются завести соперника туда, где нет анализа у него в голове, чтобы начать играть в шахматы, а не играть против машины. Поэтому интерес, конечно, в этом плане пропадает. Его недавно подогрел какой-то сериал американский про шахматистку. Ну и Го победили, в принципе. Альфа Го тоже показал всем жару. То, что Го победили, это очень, с моей точки зрения, важная веха. Потому что Го гораздо более сложная в комбинаторном плане. Практически для меня это означает, что задача соревнования человека с машиной в играх, такого рода играх, известных, по крайней мере, она полностью решена. А в какой момент это все раскроется и станет наблюдаемым, ну это вопрос времени, больше ничего. Действительно, в 2016 году состоялся матч между одним из сильнейших в мире игроков в Го и новой программой от Гугла Альфа Го, основанной на нейросети. Это было первой демонстрацией того, что нейросети способны к самообучению. И тогда стало ясно, что за нейросетями, как направлением в искусственном интеллекте, будущее. А чтобы получить востребованную специальность и не остаться за бортом через пару лет, вам просто необходимо поучаствовать в бесплатном трехдневном интенсиве в Университете Искусственного Интеллекта, на котором вы сможете разработать 9 нейронных сетей, даже без навыков программирования, и попробовать себя в качестве ИИ-специалиста. Также в качестве бонуса за регистрацию университет дает вам доступ к крутейшему вебинару «Чат GPT. Создаем нейронку без единой строчки кода». Университет Искусственного Интеллекта – это инновационное образовательное онлайн-учреждение номер один на рынке в России и СНГ, через которое уже прошли более 5000 студентов со всего мира. У них просто гигантская база контента по ИИ, их обучение одобрила даже Академия РАН. Стоит упомянуть, что у ребят на полноценном курсе есть куча крутых вещей. Гарантированная стажировка на реальных проектах в крупных компаниях, гарантия трудоустройства, прописанная в договоре, возможность творить и развиваться, оставаясь высоковостребованным специалистом с более высокой зарплатой по сравнению с другими специалистами на рынке IT. Вы обязательно напишите свою дипломную работу, нейросеть, которую сможете презентовать работодателям. Получите сильное портфолио с опытом написания 32 нейросетей и готовыми фреймворками. Получите доступ к эксклюзивной HR-платформе для трудоустройства исключительно студентов университета, где ежедневно появляются новые вакансии. Университет уже трудоустроил студентов в такие компании, как Huawei, Dell, дочернюю компанию Amazon, WTB, Яндекс, Роскосмос и многие другие. Ну и не будем забывать о высоких зарплатах в IT-сфере, а особенно для востребованных повсюду и специалистов. Минимальная зарплата джуна от 70 до 100 тысяч рублей. Для кого подойдет эта тема? Практически для всех. От матерых программистов и технарей, желающих повысить зарплату и расширить круг навыков, до руководителей и предпринимателей, желающих всесторонне развивать свое дело. Короче, вы можете узнать все подробнее сами на бесплатном трехдневном интенсиве. Ссылка в описании. Можно заметить на самом деле довольно забавную вещь. Очень часто задача кажется творческой, пока мы не нашли способ ее решить. Как только мы нашли способ ее решить, она перестала быть творческой. В этом случае искусственный интеллект не исчеркнет. Никогда не будет исчеркнет. Как только мы решим некоторую задачу искусственного интеллекта, она перестанет быть задачей искусственного интеллекта. Абсолютно точно. Георгий Максимович говорил, что задача остается творческой до тех пор, пока ее не формализовали и не покрыли ее алгоритмами. И в чем машина? Тут в каком-то смысле может быть противоречие, потому что, ну что, формализовали шахматы. Ну что, теперь шахматы больше не творческая деятельность? У меня ощущение, что здесь филологические, спорно такого филологического уровня, потому что творческой деятельностью можно назвать все что угодно, но, конечно, интеллектуальной от этого она не сразу становится, от того, что она творческая. А что касается интеллектуальной деятельности, то здесь все в точности так. Пока что мы просто, эти алгоритмы, они как бы людьми не осмыслены. А когда будут осмыслены, что останется? Ничего не останется. Проясните, пожалуйста, ситуацию с отставанием Советского Союза в развитии ЭВМ от Запада. Вот распространено мнение, что Советский Союз уже под конец 70-х и 80-х сильно отстал от западных технологий. Началось копирование, догонялки стали играть. В то же время, когда я готовился к нашему подкасту, я нашел лекцию. Я не могу доверять, я скорее вам доверяю, поэтому задаю вопрос. В которой говорилось, мол, ничего подобного. Посмотрите, мол, на PDP-8, PDP-11, сравните их с ДВК, ДВК-2. Мол, разница была несущественной, и проблема преувеличена. А реальное отставание началось только после развала Советского Союза в 90-е. Моей точки зрения, это абсолютнейшее вранье и глупость. Все были копии западных образцов. ДВК были копии PDP, да? Конечно, они были копии PDP. И, как всякая копия, они отставали лет на 10, как минимум. Потому что промышленность так устроена, что любое серьезное промышленное изделие, оно имеет минимум 10-летний срок. Даже и сегодня, когда скорости стали совершенно несусветными. Поэтому наши отставания были 10-15 лет по-любому. Хоть по ЕСВМ, хоть по СМВМ это называлось, вспомнил. Это все было отставание минимум в 15 лет. И добились мы его ровно в тот момент, когда начали копировать западные образцы. Ну, просто естественным образом. Не то, что мы там плохо их копировали. Просто это требует времени такого. Потому что БСМ-6 была последней машиной, которая была оригинальна и по своим характеристикам отставала. Но отставала не на 15 лет, а может быть на 3, на 5. Ну, в общем, на какой-то разумный срок. Но как только это похерили и ввели вот эти серии ЕСВМ и СМВМ, мы стали отставать на 15 лет. А что касается того, что произошло, когда развалился Советский Союз, то я могу сказать, в тот момент, когда разрешили покупать западные машины, а их, как только развалился Союз, даже чуть раньше, разрешили покупать больше, ни одна нормальная организация никакой советской техники не купила. Покупать технику, которая с 15-летним отставанием, было никому не нужно. Мы стали отставать после этого ещё больше, это правда. Если бы Советский Союз не развалился, можно было это 15-летнее отставание сохранить. Кстати, сегодня оно не больше. Но не развал Советского Союза привёл к отставанию, а то, что в результате развала Советского Союза вычислительная техника больших машин исчезла. Она не стала отставать, потому что ни одна организация советскую машину, кроме чисто военных, которым деваться некуда, покупать советскую технику не стала. Всё, она просто исчезла. Хорошо, поясните тогда про текущий момент. Вы говорили, что причина отставания, копирование западных технологий. То есть, пока мы копируем, они уходят вперёд. И вот спустя полвека мы, например, наблюдали странную ситуацию с компанией «Ангстром Т», которая оборудование купили в Германии. Оно потом застряло несколько лет без движения. Потом строительство завода в Зеленограде, который мог делать пластины с техпроцессом 65-45 нанометров. Я так и не понял, чем там закончилось. Но смысл в том, что западные технологии, пока это строили, уже опять откакали куда-то вперёд. И вот поясните, что сейчас в этом плане происходит, если вы держали руку на пульсе. Можно ли сказать, как многие говорят, что всё, мы отставили навсегда и всё. Что значит «отставили навсегда»? Японцы после войны показали, что это значит. Они выработали некоторую стратегию и в течение буквально одного десятилетия стали крупнейшей индустриальной державой. Хотя отставали. В принципе, даже сказать, что отстали навсегда – это глупость, потому что ничего навсегда не бывает. Я не специалист в области этого самого микроэлектроники, поэтому комментировать конкретные вещи опасаюсь. Но я понимаю, что мы можем… Здесь задача такая же, как в искусственном интеллекте, такая же, как ещё во многих вещах. Если мы хотим достичь индустриального уровня, ну, скажем, западных стран, условно говоря, западных, высшего уровня, то должна быть поставлена конкретная задача. Такой задачи никто и никому не ставит. И это одна из главных проблем российской науки, не имеющая отношения к искусственному интеллекту, имеющая прямое отношение, но не самое, так сказать, ничего характерного нет для микроэлектроники и так далее. Всё это – вот искусственный интеллект, микроэлектроника, ещё куча вещей – устроены одинаково. Нету задачи, которая поставлена. Вот так, как задача – взять, послать в космос человек. Может, она дурацкая, может, она никому не нужная, я не готов обсуждать, но она конкретная. Вот если бы сегодня была поставлена такая конкретная задача, а она, кстати сказать, в некоторых областях вдруг начала ставиться, и сразу появляются у нас на мировом уровне разработки. И они появятся, обязательно появятся. Что у нас, глупее люди, что ли, стали? Вопрос в другом. Что никто такой задачи… Задача сделать микроэлектронику на высшем уровне. Такая задача, конечно, стоит. Её ставят, выделяют деньги на неё. Но это не задача, как вы сами понимаете. Задача – послать, сделать атомную бомбу или послать человека в космос. Она конкретная. Там, где мы умеем поставить конкретную работу, мы за считанные годы догоняем всех. И про многие задачи, которые даже не поставлены сверху, а поставлены, скажем, ну, неважно, промышленностью или мы сами их поставили, мы же решаем лучше всех с познаванием, скажем, документов. У нас лучшие в мире программы. Мы думаем, что лучшие. Может быть, они не самые лучшие, а у кого-нибудь ещё чуть-чуть лучше. Ну, на уровне, в общем. Это безусловно. На самом высшем мировом уровне. Потому что мы решаем конкретную эту задачу. И мы продаём систему, которую мы разрабатываем. Продаём по всему миру. Я к тому, что это конкретные задачи, которые поставлены. С точки зрения, конечно, микроэлектроники – это не вопрос, что кто-то может какое-то ООО решить его. Это должно государство поставить такую задачу. Никакому ООО это не под силу. Но это должны быть поставлены конкретные задачи. И они, несомненно, будут решены в считанные годы. На минуту вернёмся в историю. Вот я, когда изучал весь этот вопрос, у меня, естественным образом, в голове возник вопрос, откуда появилась вот эта такая сильная математическая школа, а затем школа программистов. Даже в Википедии, пардон. Как вот древо жизни. Вот там линия такого математика, такого. У него много учеников. И это практически всё учёные с мировым именем. Как? Ничего не могу сказать, поскольку это началось задолго до нас. Российская и советская математические школы задолго до учислительной техники имели мировой уровень. И с отдельными достижениями, и просто с обычными крупными математиками, типа, ну, скажем, Калмогорова. У нас учёные задолго до вообще появления вычислительной техники российская математическая школа, она была всегда на очень высоком уровне. И поскольку первое время, довольно долгое, программирование было, ну, хотите, называйте привилегией, хотите, наоборот, участью математиков, то, естественно, там были очень сильные составы. Мы отставали по такому, по тому, по другому, по пятому, десятому, но по алгоритмическим способностям и возможностям наших программистов мы были на высочайшем уровне. Про это анекдотов полно, и можно их рассказывать. Если тупому индусу поставить задачу через месяц, что-то сделать, то через месяц он принесёт идиотскую программу, которая будет плохо работать. А если русскому математику поставить такую задачу, что через месяц сделать такую программу, то примерно через 25 дней он пришлёт сообщение, что задача поставлена неправильно, её надо ставить совершенно по-другому. Вот анекдот, характеризующий наш промышленный подход. Но что касается способностей наших и алгоритмической силы наших математиков, они были всегда на высоком уровне. Раньше, назовём это в IT, было гораздо больше женщин. С другой стороны, я слышал, что это было обусловлено необходимостью выполнения однотипных операций, где требовалось в основном внимания, а не какие-то специальные навыки. Что было связано со спецификой обслуживания машин. Как было на самом деле? Тогда действительно было много женщин занято было в этой индустрии? Обе вещи, которые вы говорите, по-моему, верны. С одной стороны, конечно, это верно, что операторы, ЭВМ, перфораторщики, которые набивали эти программы, сейчас люди сами свои программы прямо в компьютер вводят. А когда-то это было, они писали их на бумажке, я уже рассказывал, а потом это всё набивали. Всё это были женщины. И они аккуратнее, их не так раздражает монотонная работа. Ну, у них есть свои свойства, которые позволяют им такое делать. Поэтому во мной очень многих, у нас было на М-20, скажем, целое подразделение довольно большое, которое чинило ячейки, которые, они всё время ломались там, там были только женщины. То есть были целые области, в которых работали только женщины. Среди учёных, наверное, их было тоже порядочно, но мне не кажется, что их и сейчас мало. Среди, так сказать, разработчиков их и сейчас немало. У нас женщины, я не знаю, процентов 25-30 точно. Можно ли сказать, что сегодняшняя наука, есть такое мнение, бытует, наука и образование во многом до сих пор держатся на кадрах, подготовленных в СССР? СССР кончился 35 лет назад, 33 или 34, сколько там. Талантливые люди рождались, рождаются, я уже это говорил, и будут рождаться. И никакая идиотская система образования, которая у нас насаждается, их не испортит. Они всё равно выучатся, и всё равно они будут талантливые физики, талантливые математики, талантливые программисты. Все эти люди никуда не денутся. Другой вопрос про систему образования, которая должна готовить кадры для промышленности. Это система. И эту систему у нас, на мой вкус, сломана. Но то, что люди, в том числе и преподаватели, профессора, они растут, рождаются и никуда не денутся, ни при каких условиях, в этом я убеждён на 100%. Про проблемы в образовании. Просто мне, например, этот вопрос действительно интересен. Что вы подразумеваете под, грубо говоря, какими-то главными проблемами в образовании в российском? В образовании я в целом не могу сказать. А вот что касается подготовки учёных, про это я понимаю. В какой-то момент возобладало мнение, что учёных готовить не нужно, что инженерные вузы готовить учёных не должны, а должны готовить людей, которые умеют пользоваться чужими программами. Куча всяких вещей стала подстраиваться под это. Сама по себе эта идея сомнительная. Я не уверен, насколько она вообще имеет право на такое существенное развитие. Ну, верная она или неверная, но для подготовки научных кадров она убийственная. Потому что от человека требуется не углубление в материал. Машу такую науку. Она же изучает жизнь в каком-то смысле, да? Не углубление в проблему, а умение правильно манипулировать. А это разное умение. Поэтому для вот этой идеологии, которая у нас возобладала и до сих пор, кстати сказать, не преодолена нисколечки, сколько бы там ни болтали, она не преодолена, она для науки убийственная. Вы упоминали, что вот в советское время, хотя кто-то бы не подумал, наверное, что неплохо были связи, налаженные между учёными разных стран. В связи с этим такой вопрос. Ну, у вас было и остаются наверняка большое количество связей с зарубежными коллегами. Что сегодня можете сказать о состоянии вот этих связей? Как всякие связи между людьми, никуда они, конечно, не деваются, ни от какой политики, ни от чего такого они... Ну, не то, что не зависят, но в конечном итоге не политикой определяются. Поэтому, конечно, они сохраняются. Ну, они тормозятся всеми силами со всех сторон. Вопрос не в советском времени. Я не скучаю по советскому времени. Вот ни на стулечко. Но, тем не менее, есть вещи, которые налажены, которые терять жалко, конечно. Ну, можно говорить, да, о какой-то степени изоляции в настоящий момент. Мало того, что это изоляция, она поддерживается. Она со всех рук поддерживается. Ну, вот сами подумайте. Нами же. В том числе и нами. Сегодня учёного оценивают по... Я забыл, как это называется, квинтели, квартели, которые влияют на твою зарплату, на твоё положение в науке, на твоё участие в разных грантах. То есть получается, что мы сегодня, когда Запад нас старается полностью изолировать, мы для себя, внутри себя ставим критерии, полностью зависящие от Запада. Как такое можно? Второе. Нас научили науку вообще заменять наукометрией. Мы, вот я, скажем, сотрудники нашего института, из Мартыновича, неважно. У нас учёные, у нас... Ну, я вам говорил, что у нас коллектив учёный. Западные журналы, в том числе и самых высоких, самого высокого уровня, присылают нам работы на рецензии. И мы их рецензируем. И на основании наших рецензий они помещают статьи как раз в эти квинтели, квартели, не знаю что. А мы у себя... Напиши 100 статей в ВАГ, там, ещё что-нибудь там. Да. Пишем, что мы зависим, назначить человека каким-нибудь там старшим научным сотрудником, не знаю, зависит от его участия в этих журналах, которые мы же рецензируем. То есть мы не можем сказать, он достоин или не достоин. Это должны сказать вот эти вот дяди. Во многих журналах специально ставят палку колёса. Не учёные, с которыми мы дружим. Организации. Действительно, да, мы последние пару лет увидели бурный рост, бурное развитие искусственного интеллекта, в частности, вот этих больших языковых моделей, чат-GPT, вот это всё, нейронные сети, которые генерят всё подряд. Верно ли будет сказать, что у всего этого есть фундаментальные ограничения? У текущей модели, потому что, по большому счёту, эти модели выдают, ну, среднее того, что они там в себя впитали. Они не отличают истину от лжи. Они, если, вот как вы говорили про целеполагание, если сказать, там, условному чату-GPT, дать ему интенсию, давай, это просто генератор случайных чисел. Правильно понимаю, что нам нужно ждать каких-то новых фундаментальных сдвигов в этом плане, чтобы рассчитывать на создание, ну, так называемого, условного, сильного искусственного интеллекта. Что вы ожидаете от развития искусственного интеллекта в этом плане? Че-GPT – это прорыв. Прорыв в том смысле, что есть такое понимание тест-тьюринга. Если вы помните, то он состоит в том, что человек общается с компьютером, не видя его, и вопрос, может ли он догадаться, что он разговаривает с компьютером, а не с этим. Че-GPT эту проблему преодолел. То есть, с ним можно общаться, и если человек заранее ничем не подготовлен, будем говорить, то он и не поймёт, что он общается с компьютером. Это есть фундаментальный прорыв в текстовой обработке. Но это всего лишь один из тестов. Он важный. Ну, естественно, говорить, что че-GPT – это искусственный интеллект, это просто смешно. Он никаких творческих интеллектуальных задач не решает. Он может с тобой поговорить, он может тебе написать текст, который может... Кстати, тоже довольно важная задача, потому что всяких бессмысленных текстов каждый человек производит невероятное количество. и то, что их можно заменить, какой компьютером, который может эти тексты создавать сам, это, по-моему, прекрасно. Ну, это всего лишь одна из задач. Мы занимаемся распознаванием там, неважно чего, там сцены. Какой че-GPT? Че она умеет в этом месте? Ничего не умеет. Рассмотрим... Сейчас вроде бы сообщение, что новые белки открылись. Что там? Че-GPT открыл новые белки? Ну, да. Я к тому, что сферы, основные сферы деятельности, научной деятельности и производственной деятельности, которой занимаются люди, в том числе творческой, никакому че-GPT не только недоступны, но даже и поставить их толком нельзя. То есть от текущего уровня развития искусственного интеллекта вы бы не стали ожидать вот прям массовых сокращений людей по всей... Да уж упаси бог. Упаси бог. Если бы чиновники, которые читают эти бумаги, их бы всех вычислили, то было бы хорошо, но вряд ли это произойдет. У чата-GPT есть интересная практическая импликация. Я, например, честно сказать, боюсь смерти. И с развитием искусственного интеллекта и особенно моделей всех нейронных сетей на новый уровень выходит идея кибернетического бессмертия. Слышали про такое? Что можно в нейронную сеть, грубо говоря, все свои мысли, ее обучить на себе, долго ее обучать. Сейчас вообще они стали очень крутые. И можно себя в этом плане загрузить в нейронную сеть. Да человек же не сводится к деятельности, интеллектуальной деятельности головного мозга. Мы уже говорили. Там даже кибернетика не главная наука. Там главная, может быть, химия, не знаю, биология. Что такое в его мозг загрузится? Ну, мы читали тысячу про это разных фантастики. Ну, что это означает? Получается, что, по вашему мнению, можно сохранить тут лишь маленькую часть себя, потому что человек – это гораздо больше, чем... А вы применяете современные технологии искусственного интеллекта на практике? Мы только этим и занимаемся, я бы сказал. Мы занимаемся распознаванием разного сцен, документов. Ну, вот мы, например, делаем систему распознавания идентификационных документов. Они у нас стоят по всему миру. В аэропортах, в кассах, в железнодорожных, в еще... Это технология. Вот есть бумага. Надо понять, что в этой бумаге есть. Это сложнейшая технология. Она выглядит... Вот я специально взял задачу совсем простую. Она выглядит тривиальной, но она требует высочайшего уровня квалификации. Заметьте себе, что в банках, когда вы приходите, то сидит, вы приходите, подаете свой паспорт и долго-долго-долго-долго его рассматривают. Откуда видно, что задача только понимания, это настоящий паспорт или ненастоящий, она уже непростая. А это ведь всего лишь, ну что, известный простейший документ. А если, скажем, говорить об этом же документе в аэропорту, где надо распознавать паспорта не российские, а паспорта, наверное, там, в двухсот с лишним стран мира, она тем более сложная. Это одна крупица. Все, чем мы занимаемся, а у нас основная тематика это распознавание образа, это вся тематика, связанная с искусственным интеллектом. Только с ним. Другой вопрос, что там, что называть искусственным интеллектом в технологическом смысле, нейронные сети, разные алгоритмы, но это все алгоритмы, которые позволяют решать задачи, которые умеет решать только человек. Да, слово искусственный интеллект, оно очень такое общее, и искусственным интеллектом называют и программу робота-пылесоса, в принципе, как говорят искусственному интеллекту, алгоритмический подход, вот там симовольный. Что угодно, что угодно, но это я говорю о задачах, которые умеет решать, еще раз повторяю, только человек. Владимир Львович, а у вас есть любимый шахматист? Да я уже давно не слежу за этим. Когда-то в детстве я любил Павлю Кереса, такой был шахматист. Был такой сильный шахматист. Эстонский такой шахматист, мне он очень нравился. Атакующий? Атакующий, вообще мне очень нравилось, как он играет. Хотя самый атакующий был, наверное, Таль. Да, 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 да. Ну, Таль, с Талем, я много раз, ведь я с Талем встречался, и играл, и все что угодно, много раз. Мы сыграли с Талем 10 партий. Таль, конечно, была шутка интересная элитности, шахматистам, все такое, но восхищаться Талем как-то для меня было непонятно. Мне он нравился, конечно, его стиль, мне очень нравился. Ну, мне нравился и фишеровский стиль. Может быть, даже если бы я над вашим вопросом подумал, то я бы ответил не Кереса, а Фишера, я не знаю. Субъективный вопрос очень, но, может быть, есть у вас пристрастие к какому-то языку программирования или было? Ну, сейчас уже нету, потому что я практически перестал программировать. Когда я строил новую структуру, то она всегда состояла из профессиональных программистов. И слово профессиональный программист для меня лично означало как раз то, что если какая-то задача требует, чтобы ее решали на каком-то языке, то ровно две недели требуется программисту для того, чтобы освоить этот язык. Мы очень много программировали на ассемблере, мы до сих пор программируем, у нас основной базовый язык программирования C++, но дело не в этом, а в том, что наша концепция состоит в том, что если задача требует, чтобы ее решали на каком-то языке, программировали на каком-то языке, то ровно две недели дается программисту для того, чтобы этот язык освоить. Язык программирования это инструмент. Да. Ну, это называется профессиональный программист, потому что если профессиональный программист на, не знаю, на чем, раньше говорили, на алголе, или хоть бы на чем угодно, это не профессия. На моих глазах человек садится за руль машины и ему требуется, ну, не знаю, разным людям по-разному, от 10 минут до получаса для того, чтобы с ним освоиться. И он начинает на этой машине ехать. Это значит, что он умеет водить машину. Угу. А если он умеет водить вот эту машину, то это не значит, что он умеет водить машину. Ну, сейчас себя люди называют программистами, которые, ну, вообще ничего не понимают ни в алгоритмах и так далее. И сейчас к этому, ну, наверное, во многом поменялось отношение в этом плане. А где сегодня лежат вот сферы ваших основных интересов? Это вот распознавание образов, смарт-энджинс? Да, конечно. Да? Да. Владимир Львович, большое спасибо за интервью, за подкаст, было очень интересно. Мы вам желаем здоровья, долгих лет жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам. что пришли. Спасибо. 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 .